Владимир Путин поздравил всех выпускников программы кадрово-управленческого резерва, которые еще во время обучения осенью прошлого года были назначены в Рио губернаторами, в их числе и временно исполняющие обязанности главы Ненецкого округа. Как отметил в ходе встречи президента с выпускниками Александр Цибульский, программа подготовки была крайне эффективной и интересной для всех присутствующих, в том числе и для него. За столом с президентом лишь семь человек из почти сотни слушателей первого потока программы развития кадрового управленческого резерва. Именно они еще во время учебы были назначены исполняющими обязанности губернаторов некоторых регионов. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей, можно без преувеличения сказать, за судьбы людей, потому что от того, насколько эффективно и слаженно будут работать веренные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. Я очень рассчитываю, что и ваше предыдущее знание, жизненный опыт, а он у вас есть, и есть солидный, но и знания, полученные в ходе учебы, будут целиком и максимально эффективно использоваться для решения задач, которые стоят перед регионами, которые вы возглавили. Позади тренинги и лекции, мастер-классы, тестирование, собеседование и даже прыжок со скалы. По словам в РИО губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского, программа подготовки была крайне эффективной и интересной для всех присутствующих, в том числе и для него. Отметив два важных аспекта, один из них касается поиска новых технологических решений во многих, в том числе и социальных отраслях. Я на себе это очень хорошо ощутил. Ненецкий автономный округ является уникальным в том части, к примеру, логистических ограничений, транспортных, которые присутствуют на территории округа и в целом, и внутри него, между населенными пунктами. Населенные пункты являются довольно малочисленными, поэтому идеи по внедрению удаленного дистанционного обучения, телемедицины, они являются очень-очень актуальными. И на самом деле многие те решения, которые мы обсуждали, те примеры, которые нам показывали, сегодня помогают внедрять эти технологии или, по крайней мере, заставлять местных людей думать о том, что это неплохо. И я скажу, что не всегда это сразу встречает радостное разделение со стороны населения, но, тем не менее, если объяснять людям, что это помогает улучшать их качество жизни, они с удовольствием эту идею разделяют. Говоря о жизни региона, Александр Цибульский остановился на накопленных проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, ветхим и аварийным жильем, отметив, что региональная власть старается ускорять темпы по переселению людей и применять новые идеи в части улучшения жилищно-коммунальных вопросов, не оставил без внимания в Рио губернатора Нейнского округа и тему строительства дороги Нарин-Марусинск. С 92-го года этот вопрос у нас длится, и, конечно, определенное уже такое общественное напряжение по этому поводу есть. Надеюсь, что мы постараемся за ближайшие 2-3 года этот вопрос закрыть. У нас он идет, надеемся, что удастся его решить. Я считаю, что это такой для нас основополагающий вопрос, потому что вся другая экономическая, другое экономическое развитие региона напрямую связано с решением этого вопроса. Потому что, конечно, иначе у любого инвестора, который потенциально даже готов прийти в регион, те издержки, связанные с транспортом, конечно, перекрывают любую экономику. В завершении встречи с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва глава государства отметил важность того, что, несмотря на их короткий срок пребывания на должностях, временно исполняющих обязанности губернаторов регионов, уже появились конкретные предложения по развитию территории. Я вижу, что, несмотря на достаточно скромный срок пребывания в регионах, всё-таки вы довольно активно входите в курс дела, уже владеете ситуацией. Меня это очень радует. И конкретные уже у вас появляются предложения, здесь прозвучали и просьбы, и ясно, что это по самому характеру задаваемых вопросов и просьб, ясно, что в материале это не может не радовать. Впереди у семёрки в Рио губернаторов экзамен посложнее. Сентябрьские выборы, которые станут проверкой на доверие со стороны жителей регионов. Мария Владимирова, Телеканал «Север».